День республики Сейчас многие предприниматели идут в ногу со временем и оснащают свои торговые точки терминалами. Этот магазин женской обуви работает с 1994 года. Продвец рассказывает, что с появлением валидаторов и другой кассовой техники вести бизнес стало проще и удобнее. В конце смены мы выбиваем закрытие смены, там уже показаны все наши продажи за день. Это тоже очень удобно. Потом все это мы храним и все это можно потом отследить. Даже если что-то на бумаге уже не отобразилось, в итоге смены все это будет видно. И какие суммы за день, за сколько прошло, какая выручка. С этой стороны это очень удобно. С ее мнением согласна и опытный предприниматель Кермен Бадмаева. С помощью онлайн-кассы она следит за оборотом продукции, что значительно облегчает организационную работу для бизнесмена. Единственный минус – на морозе техника работает медленнее. Все довольны, никаких претензий нет. С законом мы согласны. Все упорядочили. Что надо, выполняем. Очень такие мы исправные предприниматели. Вовремя все оплачиваем. Люди довольны, мы довольны. С начала года налоговыми органами республики проведены 29 проверок соблюдения законодательства. По словам заместителя начальника контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по Калмыкии Миньяна Ачирова, рейды проводятся не с целью наложить штраф на предпринимателя, а на то, чтобы вернуть коммерсантов в правовое поле. Из них в 12 случаях уже вынесены постановления в виде предупреждения, а остальные материалы у нас находятся в проверке. Еще раз хочу обратить внимание, что вы сами видите, что речь не идет о штрафах. То есть те, которые материалы были рассмотрены, 12 – это предупреждение. То есть опять же мы возвращаемся к тому, что не цель наложения штрафов, а вот приведение – это все в порядок. Несмотря на то, что закон об обязательном использовании кассового оборудования был введен еще в 2003 году, не все предприниматели соблюдают требования законодательства. Решить эту проблему призван проект по легализации деятельности рынков заведения общественного питания. Для законопослушных предпринимателей проект предусматривает постепенное выравнивание конкурентных условий. В рамках этих проектов мы проводим рейды как на рынке. Предварительную работу мы уже проводили. Эта работа заключалась в информационной работе. Мы выступали на телевидении, тоже были до этого. Мы собирали общественные организации, мы собирали самих предпринимателей. Все это было. Сейчас уже непосредственно мы приступили к контрольной работе. Применение контрольно-кассовых машин упрощает процедуру покупки и для клиентов. Чек гарантирует потребителю защиту его прав в случае, если товар некачественный. Кроме того, вывод предпринимателей из тени благоприятно скажется на пополнение бюджета республики. Чингис Тихнев, Владимир Цуглинов. Информационная программа. День республики. В Минсельхозе Калмыкии идет прием документов для предоставления субсидий из республиканского бюджета. Средства выделяются сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат по проведению агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв. Порядок предоставления субсидий подтвержден подстановлением правительства Калмыкии и размещен на официальном сайте Минсельхоза республики. Документы принимаются до 25 марта включительно по адресу города Листа, улица Намтуачирова, 15. Депутаты Черноземельского района в эти дни проводят выездные приемы граждан. В поселке Очинеры побывали Валерий Бушаев и Баатр Харцхаев. В ходе встречи с депутатами сельчане говорили о насущных проблемах. Как и прежде, их волнует дорожный вопрос, сетовали они и на отсутствие интернета, перебои с водой. По поводу интернета вопрос удалось решить совместно с главой СМО. Кстати, в местные образовательные учреждения уже проведена оптоволоконная линия связи. В ходе рабочей поездки депутаты также посетили местную школу, сельский дом культуры и детский сад. Сейчас оперативные данные регионального Минздрава. За последние сутки выявлен 31 новый случай инфицирования COVID-19. Выздоровели 38 человек. Зарегистрирован один летальный исход. В тяжелом состоянии 14 пациентов, из них 9 на ИВЛ. В инфекционных госпиталях на лечении 387 жителей республики. В режиме домашней изоляции 2745. Детские сады и листы готовятся к возобновлению работы в обычном режиме. Муниципальные и дошкольные образовательные организации, изменившие почти год назад формат работы на дежурные группы, готовятся к открытию в первой половине апреля. Сейчас создаются все необходимые условия для безопасного посещения детей. В том числе идет вакцинация работников дошкольных учреждений. На сегодняшний день в детсадах столицы функционируют 272 дежурные группы. Уровень посещаемости на начало недели 2833 воспитанника. Как сообщает городская администрация, со 2 по 30 апреля в Элисте пройдет ряд весенних субботников. Дни по благоустройству озеленению и санитарной очистке территорий будут проходить еженедельно, в каждую пятницу. Также 24 апреля горожан призывают выйти на всероссийский субботник. С наступлением весны весь мусор, который лежал под покровом снега, теперь портит внешний вид столицы Калмыкии. Более того, проблему усугубил усилившийся накануне ветер. Руководитель Элистинской администрации Дмитрий Трапезников сообщил, что городские службы работают над тем, чтобы приобрести листу и очистить его от мусора. Динамика налицо, мусора стихийного меньше в городе. Мы с этим боремся уже не первый год. Вывозим с улиц города такие свалки. Будем продолжать эту работу до тех пор, пока мусора не останется. Но самое главное, конечно, я обращаюсь ко всем горожанам. Не бросайте мусор себе под ногами. Для этого есть и контейнерные площадки, для этого есть специальный полигон по вывозу твердых коммунальных отходов. Давайте все-таки заботиться о своем городе и делать так, чтобы в городе было комфортно. Более 300 детей приняли участие в заключительном этапе Республиканской Олимпиады школьников по предметам этнокультурной направленности. Олимпиада проходит по пяти предметам. Калмыцкий язык, калмыцкая литература, старокалмыцкая письменная стадо Вичик, история и культура родного края, основы буддистской культуры. Следует отметить, что с 2015 года в рамках Олимпиады в целях повышения мотивации к изучению и исполнению калмыцкого героического эпоса Джангар организована работа секции «Юные знатоки Джангара». Путем проведенного отбора в этом году в ней принимает участие 12 калмыцких школьников. Я считаю, что это большое достижение, что в республике самые лучшие 12 мальчишек, которые умеют исполнять в лучших традициях калмыцких джангарчей. Пусть на сегодняшний день это отрывки из эпоса Джангар, но я надеюсь, что в будущем они как раз и будут в авангарде, те, кто будут развивать исполнительское мастерство. По словам организаторов, ежегодное количество участников растет. Все больше детей хотят изучать родной язык и культуру. Многие издают ЕГЭ по калмыцкой литературе, ну а победители Олимпиады при поступлении в калмыцкий вуз получают дополнительный балл. В будущем я хочу стать актером, поступить в театральный. С самого детства я встретился с Эйджи и она меня научила калмыцкому языку. Мне больше нравятся произведения о Сибири, потому что наши писатели тоже были высланы и смогли перенести все тяготы и свои ощущения о том тяжелом времени перенести в произведение. В этом году стартовали мастер-классы «Лучшие детям» от артистов Национального оркестра Калмыкии. Занятия музыканты провели для юных талантов в поселках Цыганаман, Яшкуль, Комсомольский, Большой Царын, в селах Троицкое, Малдербеты, а также в Элисте. В планах организаторов посетить все районы республики. Накануне Черноземелья принимала у себя нас оркестр, который прибыл с просветительской миссией. Руководителю оркестра Савру Катаеву администрация района вручила благодарность за творческое воспитание и развитие подрастающего поколения и личный пример в вопросах пропаганды калмыцкого народного творчества. В рамках визитов артисты проводят уроки вокала, делятся своими знаниями по игре на народном инструменте дамбра, разучивают произведения на фортепиано и баяне. Телемо связал российскую молодежь в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. На связь вышли представители Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовская, Страханская, Волгоградская, Брянская областей, Республики Абхазия, Карачао-Черкесия, а также из Республики Сербия. Более двух часов в онлайн-формате молодые активисты делились опытом социально значимой проектной деятельности. Спикерами от Калмыкии выступили студентка Калангу Марина Чайкова с образовательным проектом StudSkills, а также гуманные педагоги Елена Арманова и Буэнта Манжеева с проектом Дом духовного развития семьи Чайка. Инициатива крымчан нашла поддержку участников и проведение телемоста планируется продолжить и в дальнейшем. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала УТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reakalum.ru. На этом у меня все, всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин